Всем привет, мои хорошие! С вами Акемили и сегодня мы с вами будем говорить про улыбочки, а точнее про брекеты. Я вам хочу рассказать свою историю ношения брекетов, сколько они стоят, какие разновидности есть, какие проблемы существуют в процессе носкости. И вообще, когда я только ставила брекеты, меня все просто уверяли в том, что когда ты снимешь их, тебе придется носить долгое время капы, ретейнеры. В противном случае они вернутся в исходное положение. Если не на 100%, где-то на 20% погрешность все-таки будет. Одно дело, кто-то об этом говорит, не имея никакого опыта, я вам это все расскажу, исходя из собственного опыта. А начать я хочу с самого детства, когда у меня появились кривые зубы, и для меня это был комплекс, и еще и брат, который подливал масло в огонь, каждый раз называл меня кривозубатой. Для меня реально это был комплекс. Вот так вот выглядели мои зубы. Хотя эта фотография не моя, но это в точности та проблема, которая у меня была. То есть один клык, он просто рос из десны. Выглядело это не очень, но это было сильно заметно именно в тот момент, когда прям сильно улыбаешься, угораешь, так скажем. И в такие случаи я просто закрывала рукой рот. Это был такой комплекс внутри меня, и я когда смотрела на людей с идеальными зубами, реально мне было настолько завидно. Я тоже хотела, думала, как круто, как красиво, почему бог мне не дал ровные красивые зубы. Я понимала, что эту проблему можно было решить, и мама предложила отвезти меня к стоматологу. Стоматолог мне поставил пластины. Пластины выглядят вот так вот, кто не знает. Это не брекеты. Их можно снимать, чистить, а потом опять ставить на зубы. Носила я недолго, полгода, но если честно, это вообще ужас какой-то. Реально очень противно, потому что внутри этой пластины забивается еда, и это очень неприятное ощущение. Ладно, неприятное ощущение, к черту, но, к сожалению, за эти полгода ни один зуб просто не двинулся с места, то есть не было никакого результата. Я опять же ничего против пластин не имею. Возможно, мне не помогли они, но помогут вам. Но мне кажется, лучше все-таки сразу поставить брекеты. Они стоят, наверное, раз в пять дороже, но мне кажется, они и эффективнее. Они конкретно вам помогут добиться идеальной улыбки. Прошли годы, я решила, что пластины я носить не буду, и в конце концов все равно зубы у меня выпадут, и когда-нибудь я вставлю себе зубы, и они будут идеальны. Я просто ждала того, что зубы когда-нибудь сами по себе выпадут. Как-то у меня появился кариес, я пошла к своему стоматологу, как к своему, у меня подруга к нему ходила, я тоже решила к нему пойти. И получается, что он мне вылечил зуб, потом посмотрел на меня и сказал, а не хотели бы вы поставить брекеты? И я такая думаю, блин, больная тема, реально. Я сказала, что нет, потому что в то время моя семья не обладала настолько хорошими финансами, так скажем, а брекеты стоят дорого. У нас, например, в Азербайджане эта цена начинается от 40 тысяч и заканчивая, наверное, где-то 300 тысячами, потому что стоматологи разные, каждый ставит свою цену. Ну, как бы минимум, мне кажется, это 40 тысяч, наши тысяча монат. Эту цену я говорю и за верх, и за низ, то есть за полную челюсть. Если вы хотите только верх, то, естественно, цена уменьшается вдвое. Также, опять же, цена зависит от того, какие брекеты вы выберете, керамические, сапфировые, железные и так далее. Я выбрала самые дешевые, железные, с резиночками, которые нужно менять каждые две недели. Мой врач предложил мне хорошую альтернативу. Он предложил заплатить сначала одну треть, а потом в процессе носки вторую часть, то есть разделить сумму на три части, которые я ему заплачу в процессе того, как я ношу брекеты. Я подумала, что очень хороший вариант, такие предложения на полу не валяются. Пришла домой, рассказала об этом маме, но что мама сказала, что хорошая идея, если ты хочешь, почему бы нет? Я пошла ставить себе брекеты, я очень боялась на самом деле, думала, что это больно. Ставить брекеты не больно, так же, как их снимать, поверьте мне. Больно в процессе носки. Как происходит установка брекетов? Вы, наверное, видели это все в интернете. Просто эти железяки клеятся вам на зубы, а потом вот такой вот проволокой это все скрепляется. И вроде бы ничего не больно, просто слегка натирала. А натирала именно потому, что есть специальный воск, ребята. Мой стоматолог мне об этом даже не сказал. Каждый раз брекеты просто настолько натирали мне губу, что это было безумно просто больно. Ужасно больно. Я каждый раз ему говорила об этой проблеме, и он мне не говорил о том, что существует специальный воск. Хотя бы сказал бы, где купить этот воск. Он мне однажды просто сказал, что есть специальная штука, я тебе в следующий раз ее принесу. И так и не принес. Каждый раз я у него спрашивала, ну что ты принес эту штуку? Он говорил, ой, я забыл. Но он бы мог бы мне сказать, где купить этот воск. Я бы сама бы купила и просто не мучилась с этой проблемой. Носила я брекеты 3,5 года. Ну почти 3 года. Я считаю, что это очень долго. И я не могу полностью обвинять своего стоматолога, потому что вина еще и была и во мне. Я должна была каждые 2 недели идти к стоматологу и как-то подкручивать, чтобы они правильно формировали зубы. Но, к сожалению, так получалось, что каждое лето я уезжала в деревню на 3 месяца. И 3 месяца меня не было. Это на протяжении 3 лет. Получается, 9 месяцев я к нему не ходила. Поэтому всю вину скидывать на стоматолога тоже не стоит, потому что здесь есть и мои погрешности. Каждый раз, когда ты к нему приходишь, у него нереально большая очередь. Это где-то 7-8 человек. И получается, где-то 2 часа ты должна ждать в очереди. Каждый раз, когда я к нему приходила, я ему звонила и говорила, что я не хочу сидеть в очереди и терять свои 2 часа драгоценного времени. Просто так у тебя в очереди. Он говорил, что все, я со следующего месяца всех буду записывать. Тыры-пыры. А потом я приходила и опять то же самое. Также очень важный момент при выборе стоматолога. Выбирайте именно ортодонта, именно специалиста по брекетам, потому что просто зубной может быть лечащим врачом. Например, в моем случае это было так. У меня был просто лечащий врач, который еще ставит брекеты. Но лучше выбирать именно ортодонта, который специализируется именно на брекетах. Тогда вы получите лучший результат. К сожалению, из-за того, что я неправильно чистила зубы и брекеты были очень долго, у меня был кариес, по-моему, на 4 зубах. И это для моих зуб очень не характерно, потому что до брекетов, можно сказать, в первый раз я пришла лечить зубы только вот в момент, когда я поставила брекеты. То есть, сами по себе, у меня зубы не подвержены кариесу, у меня зубы здоровые, хорошие, и для меня было это немножко удивительно. Но опять же, врач сказал, что это твоя вина, ты неправильно чистила зубы, не соблюдала гигиену. Также у меня после брекетов начали кровоточить десна. Эту проблему я уже решаю на протяжении двух лет, уже после того, как я сняла брекеты. Это опять же связано с тем, что я не соблюдала правила гигиены. То есть, я чистила зубы очень часто, и они начали у меня кровоточить. А потом, после того, как они стали у меня кровоточить, я перестала так часто мыть, дабы они, чтобы не кровоточили. В общем, замкнутый круг, в результате я получила две проблемы. Это кариес и проблемы с деснами. Но зато у меня теперь ровные зубы. Я не могу сказать, что сейчас я на 100% довольна своей улыбкой. Нет. Я знаю, что существует некая симметрия. Дело было в том, что, когда я снимала брекеты, это был не тот момент, когда их нужно было снимать. Просто прошло уже 3,5 года, и мне настолько надоело, что у меня брекеты. Я что, брекеты 5 лет буду носить? У меня уже 3 зуба кариес. Я решила, что все, с меня хватит, снимаете все брекеты, я закончила с тобой. То есть, я не могу сказать, что я сняла брекеты, и такая была радостная, что вау, да, как круто. Он мне снял брекеты, отшлифовал зубы, и, если честно, сначала зубы были немножко матовые. И после этого, кстати, появилась еще одна проблема. У меня зубы очень сильно красятся. Раньше я такого не наблюдала. Например, я ем соевый соус, и они у меня становятся серые. Я и думаю, в принципе, чуть-чуть ситуация улучшается. Но все равно, раньше они не настолько были подвержены пигментации, как это происходит сейчас. Наверное, это связано с тем, что когда он мне снимал брекеты, он их так зашлифовал, эти зубы, когда снимал непосредственно этот клей. Поэтому некие проблемы все-таки появились, которых ранее не было. Но все равно, если меня спросить сейчас, поставила бы я брекеты, например, 5 лет назад, я бы сказала, да. Опять же, да, поставила. Но просто не у этого стоматолога, потому что я считаю, что он не очень компетентный. И мне кажется, в этом деле не стоит экономить. Вот мы всегда стараемся идти куда дешевле, но на здоровье экономить не надо. Лучше вы заплатите чуть дороже, но это будет профессионал своего дела, и вы получите результат, который изначально хотели. Сейчас сказать, что на 100% я довольна своими зубами, я просто не могу, потому что это не так. Нижние зубы, они, конечно, ровные, верхние тоже. Но все равно есть малейшие какие-то недочеты, которые на самом деле меня не очень устраивают. Но, опять же, если вы хотите ставить брекеты, я вам советую. Потому что рядом со мной было очень много людей, которые носили брекеты. Я видела офигенный просто результат. Сейчас моя подруга Шейли носит брекеты. Сейчас Фатя носит брекеты. Фатя, кстати, уже второй раз носит брекеты. У нее, например, сзади начали расти, например, зубы мудрости, и получилось, что это немножко съехало. Что касается того, что зубы возвращаются в исходное положение. Так как я очень долго носила брекеты, мне кажется, уже зубы приняли это положение, и уже они обратно не собираются, так скажем. Нет у меня такой проблемы, что есть какое-то смещение. Я это абсолютно не чувствую. Как изначально он мне снял брекеты, вот в таком положении они и находятся. Был такой момент с моим стоматологом. Как-то мы с подругой гуляли на торговой, и встретили тут моего стоматолога. Он шел со своей женой. И тут он меня увидел и такой говорит, ты можешь рот открыть, я посмотрю. Я говорю, дорогой мой, мы вообще-то не в стоматологическом кабинете, что подумают люди, которые идут вокруг. Немножко он был с приветом, если честно. И это меня немножко раздражало. Поэтому обращайте внимание на все моменты. Обязательно, если вы уже поставили брекеты, соблюдайте гигиену полости рта. Даже если ваши десна кровоточат, все равно чистите зубы, потому что в результате вы можете получить карие зуб. А запломбированный зуб это уже нездоровый зуб, поэтому здоровье зубов даже важнее их эстетической красоты. Например, моя подруга, с которой мы общались в то время в универе, она, например, решила брекеты не носить. Она просто спилила все зубы и поставила металл-керамику, или как это правильно называется. То есть это не виниры, а что-то подешевле, но что-то наподобие виниров. Выглядело очень-очень красиво, но я не готова была жертвовать всеми зубами. Я считаю, что виниры это все красиво. Это дорого прежде всего, это красиво, это эстетично. Но, к сожалению, я не готова опиливать свои зубы ради красоты, потому что зубы нам даются один раз в жизни. И потом обратного пути нет. Пока мы молоды, пока есть возможность ходить со своими зубами. Почему бы нет? Поэтому я, конечно, считаю, что виниры это очень красиво, это идеально, это безумно красиво. Но мне жалко зубы. По крайней мере, где-то до 30 лет я планирую точно ходить со своими зубами. Все равно красивые зубы, мне кажется, это прям фишка любого лица. Поэтому, если внутри вас есть это желание, конечно, идите ставьте брекеты у нормальных специалистов и любите себя. Если, возможно, исправите какие-то ваши недостатки, мне кажется, обязательно нужно это делать и просто быть счастливым человеком. На этом все. Возможно, какой-то пункт я как-то забыла и не досказала. Так что задавайте вопросы в комментариях. Обязательно отвечу на все. Я вас всех очень сильно люблю. Всем!